Люди боятся сдавать кровь, приходить, именно боятся заразиться. Есть такой страх. У женщин, например, есть такой вот более естественный цикл, да, а у мужчин такого нет, поэтому мужчинам, наоборот, нужно сдавать кровь. Вы испытываете облегчение? Я, да. После сдачи? Да, у меня проходят головные боли. Вам нужна молодая кровь, да, свежая? Молодая, и лучше, если это будут мужчины. Как вам живется без тромбоцитов потом? Мне как аллергику потом легче без плазмы. Самое, пожалуй, чудовищное медицинское отражение детей ВИЧ-инфекции. Ну, ВИЧ в последнее время в месяц, может быть, два. Вдруг это какая-то судьбоносная встреча? Теперь они связаны, конечно. У него теперь группа крови Е. А почему для вас это вот важно, увидеть того, кому вы помогли, кого спасли? Это мой два близнец, да, получается? Чужой мальчик. Подходит ваш, твои клетки. Вы не передумали. Вот все. Мы не встречались. Не виделись. Хотелось бы? Очень. Саня Алишина, вот вы сами как думаете, почему люди боятся сдавать кровь? Люди, которые никогда не были донорами, не сталкивались с этой процедурой, они полагают, что это очень больно, что это сопровождается потерей сознания, что осложнения могут быть настолько тяжелые, что реально они начинают бояться всего, что связано с кровью. Сам страх крови, сам вид крови пугает людей иногда, даже во время сдачи образцов крови на лабораторные исследования, то люди испытывают стресс, а тут целых 500 миллилитров, это им представляется таким серьезным делом. Я думаю, что люди боятся сдавать кровь, приходить, именно боятся заразиться. Есть такой страх, но заразиться здесь абсолютно нечего, потому что используется стерильный одноразовый материал. Это и в первую очередь связано с тем, что кровь, она должна сохранять свою стерильность, потому что она переливается в кровеносное русло пациента. Она должна оставаться абсолютно чистой. Поэтому все, что используется, все стерильно, пакет запечатан, то есть пакет с мешком, с контейнером для крови, он запечатан, полностью стерильный, вскрывается при доноре, можно в этом собственными глазами убедиться. Я думаю, этот страх из-за того, что в Шемкенте в 2006 году произошел случай заражения, недавно в Алматы, в прошлом году тоже был случай заражения. Про Алмату я могу сказать однозначно. Это не донорская кровь, потому что было доказано, что передача произошла внутри одного отделения, в частности в реанимации от одного пациента к другому пациенту, установлен нулевой пациент, и дальше те люди, которые заразились, находясь на соседних койках, произошла, в общем, такая ядрогенная передача. То, что произошло в Шемкенте в 2006 году, там не было доказано, что донорская кровь каким-то образом виновата, но эта история послужила толчком тому, чтобы государство, правительство, Министерство здравоохранения обратило достаточно много своего внимания на то, чтобы появились новые, современные, очень хорошо оснащенные центры крови, чтобы сотрудники центров крови прошли хорошее обучение. И сейчас можно сказать, что служба крови Казахстана, она соответствует самым высоким требованиям той лучшей международной практики, которая существует. Давайте посмотрим. 10 и 10, 20 человек одновременно. Здравствуйте. В двух залах. 10-20 человек, да? Да, здесь дают цельную кровь вот в такие мешки, про которые я сейчас рассказывала. 500 мл крови принимается у человека. Есть еще другие залы, где мы получаем отдельные компоненты крови. Клеточные плазмы можем получить с возвратом ненужных нам элементов сразу в кровеносное русло пациента. Но в данном случае нам нужны эритроциты, нам нужна плазма, поэтому мы берем полностью цельную кровь, а потом ее перерабатываем. 500 мл сдаёт каждый человек, в день приходит где-то около 100 человек, да? Это сколько получается примерно литров крови? Примерно 50 литров крови. 50 литров крови, да? Да, ежедневно вот такой цельной крови сдают нам люди. Кто нас сейчас смотрит, наверное, думает, пол-литра моей крови в организме. Вообще сколько литров крови? Зависит от роста, от веса. 4-5 литров крови в среднем. Знаете, люди же себя любят. 10% Люди себя любят, думают, сейчас я пол-литра крови отдам. На это я вам так отвечу. Кровь очень быстро восстанавливается. Эритроциты можно сдавать каждые 2 месяца, ну вот такую цельную кровь. Соответственно, к концу 2 месяца эритроциты полностью восстанавливаются в организме. Тромбоциты, плазма восстанавливаются в течение до 2 недель. А так вот в течение нескольких дней восстанавливается плазма полностью. Сколько раз можно сдавать кровь, например, в течение года? В течение года можно 6 раз прийти для сдачи цельной крови. Для сдачи тромбоцитов или плазмы можно прийти 24 раза. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам подойти? Да? Как часто вы приходите сюда, в центр крови? Я прихожу раз в 3 месяца. Раз в 3 месяца? О, вы такой уже опытный донор. Да, иногда звонят и приглашают на повторную сдачу крови. Но вот сегодня я пришел сам. А последний раз когда приходили? 1 марта. То есть вы достаточно часто приходите? Да, я сегодня тоже смотрел в кабинете, да, вот этом личном. Сколько я уже с 14-го года сдаю. А почему вот в 14-м году вы впервые, да, пришли сдавать кровь? Что вас подвигло? По-моему, это было в университете, когда нам говорили про... И отдельно нам разрешили сдавать кровь в стенах университета. И вот так как-то узнал про сдачу крови, и потом уже как-то пошло само по себе. Понравилось, в общем? Ну да, да, понравилось. Вот многие мужчины боятся сдавать кровь, а вы такой смелый парень. Ну я думаю, это очень полезно, это очень полезно сдавать кровь, тем более мужчинам. А чем полезно? Ну мне тоже, кажется, врачи говорили, ну и друзья, то что когда у женщин, например, есть такой вот более естественный цикл, да, а у мужчин такого нет. Поэтому мужчинам, наоборот, нужно сдавать кровь, да, для очищения организма, ну и, наверное, еще какие-то... Ну вот после того, как вы сдали кровь, потом что чувствуете? Ну да, наверное, облегчение, да, легкость, ну и, наверное, какой-то прилив сил. Конечно, в первый день нет, но потом уже дальше уже нормально. Что скажете людям, которые боятся сдавать кровь? Не бойтесь, это очень, ну, правильно, благое дело, да, это не больно, да, и это полезно как и для вас, так и для других людей тоже. Саня Алиш, ну у вас здесь прям жизнь кипит, да? Да, 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 да. Уходят, да, да, да. Бывает, что все кресла заняты, конечно, такое бывает тоже. А вы часто сюда приходите? Я в четвертый раз пришла. Я новенький, ну, практически где-то, наверное, последние два года. Первый раз помните, когда пришли? Да, меня привел супруг, потому что он профессиональный, как правильно говорить, не знаю, донор. Регулярный, да. Регулярный донор, да. Регулярный донор, да. Позже не надо. Ага. Вот это нажимай. Ну, он, так сказать, посоветовал, поскольку у меня вот была гипертония, он говорит, ну, давай. Ну, не высокая гипертония, но была. Да, и он мне говорит, ну, давай сходим, попробуем. А что, Саня Алишина, если гипертоникам нужно сдавать кровь? Смотря какая стадия, если вторая и третья, то это противопоказания для сдачи крови. Но если давление поднимается периодически, не до высоких цифр, то, в принципе, да, в принципе, доноры испытывают некоторое облегчение. Вы испытываете облегчение? Я, да. После сдачи? Да, у меня проходят головные боли, ну, и, как говорят, нет вот этого тяжести, легко, да, очень, да. То есть вы приятная с полезным, да? То есть и для здоровья, и помогаете людям, которые сейчас нуждаются в крови. Да. Саня Алишина, а чтобы стать почетным донором, сколько нужно сдать крови? Нужно сдать, нужно прийти 40 раз сдать кровь, либо 70 раз сдать плазму. Ну, вот молодой человек, мне кажется, уже он сколько, 40 раз уже сдали? В течение 10 лет. Вы считаете? Это у вас какая-то... Мы считаем, да, по базе. Вы ведете базу, да? Конечно, да. Каждая донация регистрируется. Будет знак за вклад в развитие здравоохранения, либо, если успеем, ну, пока у молодого человека 40 донаций наберется, я думаю, мы успеем, мы возрождаем знак почетный донор. То есть правительство нас поддержало в этом плане, и такой знак появится, будем награждать. Это очень будет приятно. А до какого возраста можно сдавать кровь? Верхней границы у нас сейчас нет. Ранее граница была в 65 лет. Потом мы, по примеру развитых стран, эту границу убрали. И иногда к нам заходят люди старше 70 даже бывает. Но, честно говоря, на приеме у терапевта мы смотрим их более тщательно, внимательнее и очень часто отводим от донорства, потому что присутствуют все-таки какие-то хронические заболевания уже. То есть чем моложе, тем лучше, да? Однозначно. Вам нужна молодая кровь, да, свежая? Молодая и лучше, если это будут мужчины. Здесь у нас находится зал плазмоцитофереза. Здесь мы получаем отдельные компоненты крови с возвратом тех компонентов, которые нам нужны, сразу в кровеносное русло донора. Но я смотрю, здесь посложнее, да? Да. То есть возле каждого человека есть какая-то машина, да? Это такая мини-лаборатория, да? Это центрифуга, можно сказать. Только она закрыта, мы не видим, что внутри происходит. Программа задается, и автомат, вот этот аппарат, он сам автоматическим образом забирает кровь несколько раз у донора, возвращает через определенное время ему то, что нам не нужно. А вот в такие вот пакеты собирает нужные нам тромбоциты. То есть, получается, сначала вы забираете кровь, оттуда берете тромбоциты. Забираем, там крутится, делится, да, потом ненужное возвращается. И без тромбоцитов уже кровь возвращается в организм. Совершенно верно. А как потом без тромбоцитов жить-то? У человека 5 литров крови, соответственно, мы собираем буквально там 10% от тромбоцитов. Тем более, что они восстанавливаются в течение нескольких дней, и без тромбоцитов человек не живет. Саня Алишевна, а насколько все это стерильно? Потому что, я так понимаю, что кровь поступает в центрифугу, да, она там крутится. И вот, например, условно я пришла после кого-то, да, и вот чтобы я была на 100% уверена, что центрифуга чистая, что там не осталось чужой крови, чужих клеток. Непосредственно в центрифугу кровь не попадает, она туда не поступает. Мы вставляем одноразовый расходный материал, набор такой вот из таких магистралей. Да, сейчас покажу. Выглядит он вот так вот в распакованном виде, а в запакованном вот так. Я сейчас открывать не буду, просто покажу, что этот набор, он, видите, однократный, оперогенный. Это значит, он уже проверен на то, что он не будет вызывать никакую температурную реакцию ни у донора, ни у пациента. Это стерильный. То есть здесь что получается? Здесь шприц, вот эти вот трубочки, да? Здесь игла, вот эти трубочки, а также колокол пластиковый, который погружается в аппарат. Когда все трубочки закрепляются, включается программа, задаются параметры донора, индивидуальные параметры, и колокол начинает вращаться под воздействием центрифуги. Центрифуга относится к аппарату, а колокол к расходному материалу. А почему одни мужчины только? Мы стараемся приглашать мужчин. Во-первых, мужчины всегда весят больше, чем 50 килограмм. Чаще они крупнее, чем женщины, лучше переносят. И есть еще такие нюансы, как присутствие лейкоцитарных антител у женщин, которые много раз имели беременность в анамнезе. Это объяснять долго и не буду сейчас на этом зацикливать. Мужчины предпочтительные, да. Спасибо. Давайте подойдем к кому-нибудь из доноров. То есть вы женщина, а тромбоциты вообще не приглашаете? Стараемся не приглашать. Это интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Самир. Вы сюда часто приходите? Да, 4 года я уже хожу донором, которые сдавают тромбоциты. И сразу начали сдавать именно тромбоциты? Нет, я начинал сдавать кровь, потом меня попросили сдать тромбоциты. Я попробовал, и вот теперь постоянно сдаю тромбоциты. Вам не страшно было, когда сказали, нам нужны ваши тромбоциты? Да нет, нет, не страшно. Как вам живется без тромбоцитов потом? Без тромбоцитов? Нормально, нормально. Самый большой плюс в том, что помимо тромбоцитов у меня отбирают плазму. И в плазме там токсины и так далее обычно. И мне как аллергику потом легче без плазмы. И обычно вот если врачей попросить, они могут слить лишнюю плазму. Иногда даже больше, чем в норме там, по-моему, 200-300 миллилитров сливают. Я прошу, чтобы у меня 400-500 сливали. И аллергии потом меньше в сезон страдают. Да? Какая-то есть связь? Есть связь, однозначно. Есть даже такая процедура, которая называется лечебный плазмоферез, когда удаляется только плазма. Поскольку в плазме не только нужные нам вещества, но и какие-то там шлаки реально, иммунокомплексы, антитела, которые появляются в большом количестве именно при аллергических заболеваниях, при аутоиммунных заболеваниях. И в сезон особенно это очень наглядно можно увидеть. И человеку становится легче от двух, трех, четырех процедур плазмофереза. Да. Раньше до сдачи крови я ходил на плазмоферез платный. А в итоге оказалось, что можно сдавать кровь, и людям помогаешь, и свое здоровье улучшаешь, и плазму лишнюю отдаешь. Вообще замечательно. А здесь, получается, вы не только берете тромбоциты, но и плазму, да? То есть плазма вам тоже нужна? Плазма является у нас в данном случае побочным продуктом. Плазма, конечно, в больницах тоже применяется. Во время тромбоцитафереза мы можем вернуть плазму, можем себе оставить. Индивидуально решаем. В общем, вы тут можете из нашей крови что угодно взять, да? Я смотрю. Кроме пирожков. Василий, вы уже получили знак почетный донор? Да, я получил в прошлом году. Мне вручили, потому что по количеству донаций, по количеству тех случаев, когда мою кровь передали другим людям, или влилили, или как его называют на медицинском термине, ну, 84 человека стали, как бы, получили помощь от меня в результате, когда необходима была им такая вот медицинская помощь. Вы сюда ходите с 2009 года, да? Да, примерно. Что первый раз вас подтолкнуло прийти сюда сдать кровь? Вообще, просто для меня, еще будучи студентом, в Фердловске учился, я в России, когда сдавал кровь, очень такое хорошее состояние было. Несмотря на то, что врачи говорили, я тогда активно занимался новым властями спортом. И сдача крови, наоборот, мне помогала, энергия шла. Потом как-то был перерыв, просто, ну, когда по необходимости сдаешь кровь, и выясняю, что, ну, кому-то что-то нужно. Своим близким, супруге, когда у нее сложная операция была в 1997 году. А потом случайно узнал, что можно, вот, как бы, сдача крови помогает. У меня не было никаких каких-то пафосных, ничего этих. Для себя, для улучшения своего собственного здоровья. Стал сдавать кровь дважды, раз в два месяца. Ну вот, а потом стало известно, что меня стали приглашать, что моя кровь еще необходима. И после этого я узнал о том, что, ну, когда моя кровь передается другим больным людям для улучшения здоровья. Ну, и вот здесь вот как-то возникло уже другое, что я не просто хожу, не только для себя, но я сдаю кровь, и, оказывается, от этой крови получают помощь и другие люди. И вот здесь как-то немного в душе что-то новое появилось, потому что до этого я вообще этого не знал. Абсолютно, ну, как бы, только для себя старался. Не было никаких этих. Пришел, сдал кровь, и все. Ну, вы изучали вообще эту тему после того, как начали издавать ежегодно? Нет. У меня есть доктор медицинских наук, знакомых давно. Мы вместе в советское время здесь работали. Франц Горицкий, я ему спросил. Вот я за Югору 42 раза сдавал, и 84 человека получили мою кровь. Я говорю, перешла моя ДНК им или нет? Я думал так, полагал. И стал спросить, чтобы мне нашли моих этих родственников, но здесь пока не выдают эти тайны, 84 человека, кто могли бы получить. Хотя, в целом, это же всегда интересно. Им бы знать, от кого они получили, и мне бы знать, кто эти 84 человек. Но, с другой стороны, Франц Горицкий мне объяснял о том, что здесь не происходит смешение ДНК. Далее, последующие такие логические вопросы возникают. Если не происходит смешение ДНК, кому-то пересаживают органы же, они не всегда как бы вживаются, печень и сердце приживаются. А как кровь тогда приживается? Получается чужая кровь в другом организме. Ну, много таких вопросов. После этого, конечно, не возникает. До этого я просто говорю, на начальном этапе, в девятом-десятом ходил, ходил только потому, что мне это было хорошо. Ну, и плюс вы всегда в курсе, что у вас в организме происходит, да? Потому что здесь даешь кровь и получаешь анализы, да? Ты смотришь. Ну, да, это, конечно же, безусловно. Ну, и потом здесь еще приглашают, и когда приглашают, я тоже прихожу, потому что возникла необходимость именно в моей группе крови. Ну, что такая цель, в общем-то, кому-то нужно помочь, и все. Здесь вы проверяете кровь на инфекции? Да, здесь проверяется кровь. Вот в этом анализаторе делается заключительный этап. Кровь на инфекции, несколько этапов проверяется. Вот это второй заключительный этап. Здесь ищется непосредственно сам вирус, генетический материал вируса. Очень чувствительный тест, очень точный, рано выявляют инфекцию. То есть вы, получается, допустим, пришел человек, сразу сдал кровь, да? Да. И сразу уходит сюда, обратно. Сразу сюда. Здесь можно выявить ВИЧ, гепатит. Да, гепатит В, гепатит С. И еще на первом этапе мы еще плюсом сифилис. А, сифилис тоже можете выявить, да? И затем, вот сколько вам времени нужно, чтобы проверить все эти инфекции? Чтобы все эти анализы сделать, надо где-то примерно 12 часов. Лаборатория работает круглосуточно. То есть вся кровь, которая заготовлена сегодня, она начнет тестироваться в 5 часов. Мы ее сначала выдержим по нашему регламенту. В 5 часов мы ее начинаем тестировать, и ночью начинаем выдавать результаты. То есть утром уже у вас, получается, есть информация, да? Да. То есть вот этот человек, у него штрих-код, все, кровь норм. Да, да, да. А если у кого-то вы являетесь ВИЧ или там гепатит? Мы, соответственно, передаем по нашим правилам. Если ВИЧ мы им передаем в Сентриспид, мы им передаем прямо образец, они дальше его подтверждают. Смотрите, люди, которые пришли сюда сдавать кровь, они, если пришли сдавать кровь, да, они просто не знают о том, что у них ВИЧ или гепатит Б и С, да? Да, практически все не знают. Но бывают случаи, когда люди приходят для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои опасения из определенных групп риска. Я немножко о них рассказывала, но, наверное, в нашей передаче не будем на них останавливаться. Какие, например? Ну, например, гомосексуалисты, наркоманы, проститутки, грубо говоря, да, они могут подозревать у себя. А почему они приходят именно к вам? Они же могут в любую лабораторию сходить. Почему-то они думают, что если здесь у них обнаружат ВИЧ, то эта информация дальше никуда не пойдет. Хотя они могли бы идти сразу, анонимно сдавать в Сентриспид, но не все знают об этой возможности, и поэтому используют донорство для того, чтобы подтвердить какие-то свои мысли. Но все равно, тем не менее, мы обязаны отправить информацию в Сентриспид при выявлении даже сомнительных результатов. Ну, вот, например, в течение месяца вот сколько раз вы выявляете ВИЧ, гепатит? Ну, ВИЧ в последнее время в месяц, может быть, два положительных. Так часто? Да. В прошлом году прямо у нас усилия. Это учитывая, что к вам не так много людей ходит? Много людей ходит. 40 тысяч в год. В месяц около 3,5 тысяч, 3,5-4 тысячи доноров. Да, на 4 тысячи. Ну, и в месяц выявлять два человека с ВИЧ. Да. Ну, это, конечно, много. Ну, достаточно много, да. То есть, получается, ВИЧ вот так вот спокойненько гуляет, да? Да, они бессимптомны. Это заболевание протекает бессимптомно. Человек много лет может не знать, что у него есть эта инфекция. То же самое с гепатитами. Но люди, которые приходят сюда сдавать кровь, да, и люди, которые получают затем эту кровь, вот они хотят же быть уверены, что та кровь, которую они получили, что она обеззаражена, что она чистая, что она без ВИЧ. Система обеспечения инфекционной безопасности, она у нас многоэтапная, многослойная. Существует прям несколько барьеров. Первое, человек приходит, обращается в регистратуру, мы проверяем, получаем информацию из центра СПИД, от тех, кто на учете состоит, из инфекционных стационаров, что кто-то там гепатитом болел, из кожевендиспансера о пациентах с сифилисом, которые там на учете состоят, проходили лечение. И все, если он в этих списках есть, а также, кстати, если мы у себя обнаруживали что-то, это все сохраняется в базе данных. Человек, который имеет уже компромат, скажем так, в этой базе, он дальше регистратуры просто не пройдет. Это автоматически. Следующий барьер – это заполнение его анкеты о себе, где он пишет, что он, допустим, тату недавно делал, зубы лечил, выезжал в тропические страны, где-то с кем-то контактировал, связи, может быть, беспорядочные имел. Если он правдиво на все это ответит, пойдет к терапевту, терапевт его дальше до расспросит и может выйти на… Допросит. Он допросит, можно сказать, да, ну, аккуратно. Он может выйти на такие вот подтверждающие вещи, да, что да, были такие контакты, скажем, да, и он порекомендует не приходить, а пойти, если ему интересно, допустим, себя проверить, пойти в какую-то частную лабораторию либо в центр СПИД. То есть люди, по сути, приходят к вам бесплатно сдавать анализы, да? Иногда бывает. Ну, можно сказать так. Ну, потому что если ты пойдешь, там, условно, в Олимп или куда-нибудь, это стоит денег, причем недешево. А здесь у вас сдал? Да. И причем я попил? Да, и быстро. Даже еще 500 миллилитров крови сдать? Ну, 500 миллилитров крови сдал, да, но информация как будто бы вроде бы тихо, но узнал. Ну, на следующий день уже готовы. Еще и не платишь за это. Да, или платно. То есть люди могут это использовать тоже. Да, следующий барьер – это вот лаборатория, двухэтапный скрининг, первый этап – сирология. Мы ищем там антитела к этим инфекциям, антигены этих вирусов. Следующий этап, второй – это вот ПЦР-диагностика. Мы ищем непосредственно генетический материал этих вирусов. Это во всем мире применяемая технология, что та на первом этапе, что это. Именно этих производителей, именно вот эти аппараты используются во всем мире в центрах крови. То есть здесь 99,999 тысячных достоверность, эффективность, что еще, специфичность. А вы когда покупали это оборудование? Так, это оборудование с 16-го года. То есть это современное оборудование? Вот этот вообще анализатор единственный в Казахстане. А есть еще круче? Круче в Казахстане нет. Нет, в мире. Я думаю, в мире нет. Саня Алиш, но у вас же можно стать донором крови, донором тромбоцитов и донором костного мозга. То есть, чтобы стать донором костного мозга, эта процедура, я слышала, болезненная, да, чуть-чуть? Нет, она абсолютно не болезненная. Сейчас мы пройдем и посмотрим, на каких аппаратах собирают. Ну, так называемый костный мозг, на самом деле это гемопоэтические стволовые клетки, так, наверное, правильнее их называть. Они собираются из периферической крови, практически как сдача тромбоцитов, то, что вы только что наблюдали. Но почему сложнее? Сам подбор донора для пациента здесь намного сложнее. Он многоэтапный такой и на высоком разрешении. Другое оборудование намного сложнее. Поэтому мы ведем регистр, приглашаем туда всех здоровых людей. Они сдают образец крови на исследования. В ходе этих исследований мы определяем их фенотип, или, можно сказать, генотип. И дальше храним эту информацию. И когда в больницу попадает пациент с таким же генотипом, и ему требуется трансплантация костного мозга, врачи начинают в нашей базе искать. У врачей, гематологов есть доступ. Они, сидя на рабочем месте, заходят в эту базу. И они по генотипу смотрят, да? По генотипу определяют этого донора, находят и нам отправляют заявку, говорят, у вас есть, дайте нам, найдите нам его, помогите получить от него стволовые клетки. Донор, естественно, в базе обезличен. Ни его адреса, ни фамилии, никакой информации там для гематологов нет. Эту информацию знаем только мы. А вы подключены к какой-то, не знаю, международной базе? Непосредственно вот этот наш казахстанский регистр к международной базе не подключен. Мы переносим информацию о наших донорах, точно так же обезличенных. То есть это не происходит автоматизированно, но мы мировому регистру эту информацию предоставляем. Чтобы, например, условно там в Италии, можно было найти, например, кому-то в Италии нужен костный мозг, в Казахстане или из Казахстана. Мы попали прямо в точку. Вероятности больше, да? У нас в январе поступил запрос из Италии. Итальянцы говорят, во всем мире, кроме вашего донора, нет ни одного подходящего донора для нашего пациента. Мы донора этого нашли. Это молодая девушка, проживающая в Астане. Она согласилась. И в начале марта 4-5 числа к нам приезжал курьер из Италии. У меня аж мурашки по коже. У меня у самой были такие же мурашки. Девушка эта благополучно клетки эти сдала. Курьер забрал, благополучно доехал. То есть он забрал вот эту кровь? Состоялась, да? Да, да. И улетел? И улетел с костным мозгом. И улетел в Италию. И как этот пациент? Все нормально. Жив-здоров? Жив-здоров. Ну вот эта девушка, она может как-то с ним встретиться? Или это вот прям врачебная тайна? Нет, это не тайна. Главное, согласие донора. Но эта девушка, имя ее тоже не буду сейчас называть, она пока не ответила нам согласен, она пока не хочет. Но немножко стесняется, я думаю, что больше этим вызвано. А вдруг это судьба? Вдруг это парень? Она тут девушка? Вдруг это какая-то судьбоносная встреча? Теперь они связаны, конечно. У него теперь группа крови ее. Если это была другая группа крови, мы не уточняли. Когда ты делишься костным мозгом, то ты уже, получается, и передаешь группу крови? Да, всю информацию. То есть это стволовые клетки, которые усаживаются в пустой кости, где должен находиться костный мозг, и дают свои ростки. И эти ростки дальше растут, размножаются. Почва, короче. Почва, да, можно сказать, из этих клеток дальше выходят эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, все, что человеку нужно для жизни. Мухтар, вы давно состоите в базе доноров костного мозга? Ну, уже стою, наверное, 4 года, да? Я пришел в центр крови, чтобы сдать кровь, но получилось, что мне отказали, потому что я до этого сдавал хиджаму. Я немножко расстроился, ну, и у входа увидел, ну, баннер. Ну, там рак крови, спаси человеку жизнь. И вот я пришел сюда, получил всю информацию. То есть кровь не сдали, но стали донором костного мозга, да? Да, сдал там одну, скажем так, бирку, и вот стал в резерв. А когда ваши стволовые клетки понадобились? Это было, вот, как раз таки, в мае. Мне позвонили. 2022 года мне позвонили, сказали, что экстренно, что мальчик находится в критичном состоянии, что он, как бы сказать, в Алма-Ате, и сказали, чтобы, ну, вот вы подходите и можете не спасти жизнь. Я сразу согласился, думаю, ну, как так, я же изначально этого хотел, да? Согласился и приехал сюда, сдали все анализы, и через неделю уже приступили ко всем необходимым процедурам. И потом вы поехали в Алма-Ате, да? Нет, это было здесь. Им отправили только, вот, считайте, ну, отправили им нужное... Ваши стволовые клетки, да? Да-да-да, все верно. Ну, вот вы раньше наверняка тоже, как и я, думали, что чтобы сдать костный мозг, да, вот эти стволовые клетки, что это что-то сложное, там, распиливают, я не знаю, там, с организмом, там, операцию чуть ли не делают, да? На самом деле, это же вот то же самое, садитесь и просто сдаете кровь. Да, то же самое, но единственное, там, иголки чуть будут потолще, а так ощущения те же. Вот только единственное, что мы ждем около шести часов, и все, в принципе. Я даже, ну, бывал, даже спал, да, в принципе, это абсолютно не больно. То есть можно и спать? Да, да, абсолютно. А с этим ребенком не встретились? Нет, пока нет, но хотелось бы, конечно, но обещаю, что по истечению еще одного года уже, возможно, там, да. А почему для вас это вот важно, увидеть того, кому вы помогли, кого спасли? Ну, не то, чтобы прям спасли, поставить, как бы, он моя, скажем так, копия. Ну, как сказать, не копия, а это мой брат близнец, да, получается. Еще самое странное, он, как бы, русский, а я казах, вот, ну, вообще, да, как-то можно подумать о сходстве, а у нас стопроцентно получается 10 из 10. Я думаю, ну, это чудо, я хочу тоже с ним познакомиться. Ему скоро будет 11 лет. Вот. Это так удивительно, что хорошо, что вы живете оба в Казахстане, да? Да, да. То есть, а так же могло быть, что его генотип находился бы вообще там за пределами, да, нашей страны. Да, в другой стране. Это было бы гораздо сложнее, а так вот все-таки что-то, видимо, есть в этом, да, что мы находимся в одной стране. Да, в одной стране. Таких исследований крови, а проще говоря, здесь мы определяем группу крови, 1, 2, 3, 4, резус-фактор положительный, отрицательный. Есть еще ряд антигенов, которые мы определяем, но мы не будем рассказывать нашим слушателям, слишком сложно. Не для всех пациентов это нужно. То есть здесь вы определяете резус-фактор, группа крови, да, и информация полностью куда-то выходит, да? Да, она попадает в информационную систему, которая вот у нас в компьютере, азамат, можно... То есть часто же люди, например, сами не знают, какая у них группа крови, резус-фактор. Человек может 40 лет прожить и даже не знать. Счастливчик, да, может и не знать. Но если к нам попадет, то обязательно узнает. И чем раньше, тем лучше. Да, счастливчик почему? Потому что, значит, ему и не нужна была эта информация. Значит, он не болел. И не болел, да. И центр крови ему не звонил, да. Если у человека с кровью всё хорошо, то и жить он будет долго и счастливо, да? Да, да. Ну, я думаю, информирован, значит, вооружён. Информацию нужно знать о своей группе крови. Лишним не будет. Поэтому приходить, сдавать кровь нужно как можно раньше начинать. Слушайте, у вас очень много плюсов прийти сдать кровь, да? Да, да. Во-первых, ты узнаёшь, какой у тебя резус-фактор, какая у тебя группа крови. Нет ли у тебя ВИЧ, гепатит БЦ, сиферис, да? Да. А во-вторых, гемоглобин. Какой у тебя гемоглобин? Да. Аланин аминотранспераза. Что ещё? Функция печени. То есть это всё потом выходит где-то на бумаге или там смс-ка приходит? Если у донора всё в порядке с маркёрами инфекции, то он в личном кабинете может увидеть и распечатать любые свои анализы, которые здесь проходят. Кроме тех, если мы там увидели положительный гепатит БИЧ. Это где он может? Куда он может зайти? Он заходит в интернете, ему дают код определённый, он заходит. На вашем сайте, да? На нашем сайте, да. То есть вся информация о нём будет там, на этой странице? Да, под его паролем, на его странице. Называется личный кабинет, да, всё зашифровано, вся история донорства его там. Сейчас вот почётный донор сказал Василий о том, что он бы хотел знать, кому он помогает. Вот эта информация, она доступна или нет? Эта информация недоступна, и мы считаем, что, ну, во-первых, это технически очень сложно, во-вторых, мы даже не имеем права из побуждения сохранения медицинской тайны распространять информацию о пациенте, о том, что он получал кровь, о том, чем он болел. Это всё считается медицинская тайна. Но с этого года мы внедряем такую инициативу свою, что в тот момент, когда кровь будет выдана в больницу, донор получит СМС-оповещение о том, что именно его кровь именно в этот момент ушла в больницу. Я думаю, это будет приятно. Галина Николаевна, Вы когда решили стать донором костного мозга? В каком году? В 2016 году я сдала кровь, и через два года мне пришло приглашение, чтобы я стала донором костного мозга нуждающему пациенту. Вы сразу согласились? Да, без раздумья, потому что этот вопрос был заранее, ещё 16-го года, всё обдумано и решено. Но с моей семьёй, даже мои две дочери и зять приходили сюда, тоже сдали, они тоже стоят в базе. А как вот вы решили, почему вы решили быть донором костного мозга? Кто вот, откуда появилось вот это желание? Всегда мне не давало покоя внутреннее, я что, что-то нужно, как-то нужно по возможности. Помогать людям, да? Помогать людям, да. Ну, плюс ещё, учитывая, что у меня тоже есть ситуация, сложившаяся в моей семье, у меня внучка на инвалидности, я с ней проходила за рубежом лечения в Израиле, в Китае, в центре ДЦП, и тогда я уже была немного наслышана о стволовых клетках. И вот эта, может, мысль у меня ещё зародилась, что как-то вот если будет возможность такая где-то поступить информация, и что будет с моей стороны, возможно, я это применю. Ну, на тот момент я работала вот именно в этом центре крови. Видно, на тот момент была информация мне дана сверху, получено, наверное, что есть, вот именно существует вот для больных таким заболеванием с лейкозом, что можно помочь стволовыми клетками донора. Вот, и тогда приняли решение я и моя семья, что мы всё-таки попытаемся быть полезны обществу вот в такой ситуации. Встали. Через два года получилось так, что я сменила место работы, а мне раздался звонок, тогда работал Ербол, доктор, вот он мне позвонил и сказал, Галина Николаевна, вот такая ситуация, тяжёлому ребёнку, можно сказать, тяжёлому мальчику подходят ваши стволовые клетки. Вы не передумали, вы посоветуйтесь с семьёй, и мы будем надеяться, конечно, только сможете помочь только вы им в данной ситуации. Ну, я сказала, я даже и сряться не буду, и раздумывать не буду, я сразу говорю, да. Ну, в моём случае это проходило в материнстве и детстве, меня туда пригласили и оформили на стационар, потому что нужно было меня обследовать, донора любого обследуют, там много обследований, УЗИ, учитывая мой возраст, мне на тот момент было уже 58 лет, ещё стоял вопрос с моей стороны, а я могу быть, участвовать в этой программе, можно так сказать, в этой... Сказали, конечно, ещё и потом, и потом, и потом, и сейчас я, как видите, полна силы, энергии и позитива, если надо будет. А как происходит забор стволовых клеток? Это больно? Болезненная процедура? Ну, если уже обследование в течение двух недель меня готовили, обследовали, там, уколчики кололи, системки капали, и пришли все результаты, что, ну, отрицательные гепатии, твичи, стафилококкнули. Что вы здоровы? Да, что, вот, на тот момент, значит, приглашена уже я, поставлен день определённый, когда нужно сдавать вот эти стволовые клетки. Да, на момент это безболезненно. То есть это просто как сдаёте кровь, да? Это неоперационная, да, это сдаёшь кровь на аппарате определённом, там, ну... То есть это не пункция, да? Это не пункция, это не там, не давление костной ткани, не операция. Потому что люди, мне кажется, думают, что если ты делишься своим костным мозгом, что там тебе распиливают кости, и оттуда что-то берут, то есть это просто кровь-то сдал, да? На тот момент у меня, учитывая, наверное, что глубокие вины у меня стоял катетер, это тоже всегда можно выйти из положения, стоял катетер подключичный, оттуда происходил забор крови. В течение 5-6 часов длится процедура. Ребёнок, которому вы помогли, вы с ним потом встретились? Нет, не встретились, но я очень рада и теплится в моём, в моей душе такая неописумная радость, да, это получается, что действительно вот и моя... Это было в 18-м году, да? Это в 18-м, прошло уже 6, вот 6 лет. Но вы отслеживаете судьбу и узнаёте, как он жив? Да, мы узнаём через сотрудников материнства и детства. Всё хорошо с ним? Иногда, да, что он жив-здоров, учится на дистанционном обучении, 17 лет мальчику, да. Вот всё. Мы не встречались? Не видели. А хотелось бы с ним? Очень. Вот я коллегам сегодня говорила, что хотелось бы узнать, увидеть, услышать, какой от мамы даже, какой у него сейчас вкусы, да, какие блюда он любит, какой у него характер был, да, какой у него там с данное время есть, так он же мальчик, а я же женского пола, какие там у него сейчас... Ну, как он вообще, как? Когда начали переливать кровь вообще в мире? Первые попытки были ещё в 19 веке. Сначала кровь животных, потом кровь людей, потом, когда некоторые люди умирали после переливания, пришло понимание, что есть определённые законы совместимости. Потом были открыты три первой группы крови, потом, чуть спустя несколько лет, четвёртая группа. И с тех пор данные о группах крови не менялись. Существует четыре группы крови. И также есть ещё несколько десятков групп, но клинически незначимых. Поэтому их не для всех определяют, не для всех пациентов. То есть, условно, если я второй группы крови, вы второй группы крови, ваша кровь мне точно подойдёт, да? Да. Существует такое понятие, как универсальные эритроциты. То есть люди с первой группой крови могут стать донорами эритроцитов для любой группы. А люди с четвёртой группы могут стать донорами плазмы для любого человека, с любой группы. Универсальный донор плазмы, универсальный донор эритроцитов. Но это мы применяем всё равно в тех случаях, когда у нас нет строго совместимой крови по группам. Если, например, человек во время операции потерял там всю свою кровь, то есть там все условно 5 литров, и можно вот эти 5 литров чужой крови вкачать, и всё будет хорошо, да? На счёт всё будет хорошо, то нужно смотреть от клинической ситуации. Но перелить 5 литров можно и больше перелить, да? Она будет работать там. То есть чужая кровь спокойненько... Спокойно будет работать. То есть наш организм готов принимать чужую кровь? Он готов принимать, да. И если мы не перепутали, если мы правильно определили, если во вторую мы будем переливать вторую с нужным резусом, то пациенту мы восстановим все функции крови, которые кровь выполняет. Субтитры создавал DimaTorzok